Связь поколений – это так необходимость сегодняшней молодежи. Прямо во дворе 13-й школы ветераны показали детям свое настроение, свое отношение к жизни. Вот так танцевали на выпускных вечерах в 41-м, вот так пели, когда пришла победа. Песни военных лет. Сейчас они слышатся повсюду. Через 9 дней – главный праздник страны. Это очень значимая дата. Сейчас уже хотят итоги войны пересмотреть, как мы все видим. Нам сейчас, наоборот, надо сплотиться и показать молодому поколению, что это наша победа. Никто у нас никогда ее не отберет. Никогда. Это наши ветераны. И мы будем до последнего ветерана, как сказал наш президент, помнить о них. Под открытым небом концерт, несмотря на хорошую погоду, решили не проводить, а перенесли в школу. Депутаты и школьники пригласили ветеранов в актовый зал, где их ждали юбилейные медали. Для нас ветераны – это наше знамя. Это люди, которые мы всегда уважаем, мы всегда и почитаем, мы всегда их приглашаем на все встречи. Для чего? Потому что для того, чтобы они своим примером, своей жизнью воспитывали наше подрастающее поколение. Представители депутатского корпуса Сергей Иванов и Ильгизар Менгалеев вручили ветеранам завокзального района юбилейные медали. Это важная часть предстоящего торжества по случаю 70-летия победы. Каждый из депутатов при вручении старался найти самые теплые слова и поблагодарить за то, что ветераны приближали победу, каждый на своем участке. Борису Константиновичу Казнадею сейчас 88 лет, а тогда он был подростком и трудился наравне со взрослыми. В Адвере был военный аэродром. И вот особенно в начальное время в 9 часов немцы летели и бомбили его. Страшное дело было. В общем, все. Все делалось для фронта, все делалось для победы у нас. Мы на железной дороге, мне 16 лет было, мы работали, восстанавливали пути. В благодарность ветеранам войны, детям войны, всем тем, кто видел ужасы войны, школьники подготовили концертные выступления.